Всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать, как чувствовать себя орхидейки при том методе полива, который я использую. Этот метод я начал использовать несколько месяцев назад. До этого я погружал свои орхидеи в воду, в тазики, постоянно носился туда-сюда с этой водой, с ведрами, с ковшиками, наливал в кашпо, наливал в тазики воду, ставил туда на несколько часов своих красоток, они стояли, потом сливал эту воду, то есть целая история. Но когда у вас орхидеи 1, 2, 2, 10 даже орхидеи, это еще стерпеть и справиться с этим можно. Но когда у вас орхидеи десятки, и эту процедуру нужно делать раз в неделю как минимум, и эта процедура растягивается не на один день, то получается, что вы начинаете тратить огромное количество времени на орхидеи, и вы уже, получается, живете не просто свою жизнь, а живете жизнь орхидейную. Ну, опять же, я сторонник такого, что не мы живем для орхидеи, а орхидеи живут для нас. Поэтому несколько месяцев назад я стал использовать другой метод полива с того момента, как приобрел горшки, о которых давно мечтал. Это с автополивом горшочки, двойные горшки, когда один в одной. Ну, видео есть у меня про эти горшки, не важно какой фирмы, не важно в каком магазине. Я в коем случае не занимаюсь рекламой горшков какой-либо фирмы, я просто озвучиваю сам принцип горшков, когда один горшок, в него второй горшок вставляется, и между дном одного и второго есть пространство, куда мы наливаем водичку, и эта водичка питает корни орхидеи и создает влажную среду внутри горшка, в котором растет ваша красотка. Собственно говоря, что и необходимо в первую очередь корням орхидеи, а именно я сейчас говорю про фаленопсисы. И вот с момента, с того момента, как я приобрел эти горшки и пересадил, какие-то пересадил орхидеи, прям сразу в горшочке видео у меня на канале есть, вы все видели, вы все принимали участие в пересадках. А какие-то горшки, какие-то орхидеи я не стал пересаживать, а просто те существующие горшки, в которых растут мои орхидейки, я просто поставил в эти горшки, но принцип тот же, я наливаю воду в эти горшочки, вода стоит на дне, перекрывая дно того горшка, в котором растет орхидея на 1-1,5, максимум 2 сантиметра, и корешочки опускаются к водичке и пьют постепенно. И вот при таком методе полива, вы сами все видели, но я еще сейчас покажу, вы видите на заднем фоне за мной полочки с орхидеями, и они все до одной, здесь еще пойдем, я в другом месте покажу вам, все они при таком методе полива, как я называю, мокрые пяточки. Давайте покажу ближе, посмотрите, вот эти вот все уценочки, которые мы с вами буквально недавно взяли, месяц-два назад, каменная роза у нас 4 месяца назад была приобретена, вы сами ее видели, видео есть на канале, и она 4 месяца растет с момента ее пересадки, с момента ее обрезки, она растет вот в этом вот кашпо, в горшочке, с методом полива, летним методом полива, когда у нее мокрые пяточки, то есть в кашпо на дне водичка, я вам сейчас ближе покажу, вы все это видели, вот, пожалуйста, смотрите, у нее постоянно вот здесь на дне вода присутствует, перекрывает внутренний горшок донышка на сантиметр-полтора, и вы сами видите, то есть на ваших глазах орхидея растет, развивается, вот так вот в горшке, вы посмотрите, обычная у нее, обычная кора, она в обычной коре, но кора, естественно, она сама по себе является грунтом, который пропускает воздух, и корни дышат у орхидеи, вот рядом с ней наша золотая рыбка, видите, она листочек выпустила, в каком состоянии у нее корни, то есть если присмотреться, они немного, прям вот немного влажные, но видите, она сидит в коре тоже, то есть на удивление в магазине была кора, дополнительные корни у нее разрослись, она тоже у меня стоит уже не одну неделю, как вы видите, вот в таком методе, в этом, в таком методе полива, и вы сами видите, что орхидея это нравится, то есть она ожила после покупки, я уже не говорю о нашей с вами беляночки, да, беленькой орхидеи невесте, да, вы сами посмотрите, тоже у нее вот проклюнулся в середочке листочек, она пошла в рост, у нее тоже сейчас кора, и я ее держу при том же методе полива, если вот еще вообще удивительная орхидея, я вам сейчас покажу, она тоже у нас уже не один месяц, не один месяц, вот в таком, вот в такой вот ситуации, посмотрите, вода на 2 сантиметра в кашпо налита, у нее проросли корни, корни к воде, вы помните, это наше золотое, золотое яблочко коралл, посмотрите, какая красота, посмотрите, как у нее, как она корнями начинает весь этот горшок просто оккупировать, она идет в рост, дай бог ей здоровье, она, посмотрите, новые листья выпустила, а мы с вами ведь ее недавно только пересаживали, ну как недавно, месяца 2-3 назад мы с вами ее пересаживали, она у меня на солнце обгорела, если вы помните, я удалял листочек и пересаживал вот в этот горшок, то есть посмотреть, какую кору, какой грунт я использую при посадке, и естественно, этот грунт, эта кора у меня, она благоприятно подходит под такой метод полива, почему, потому что средняя фракция коры, и без какого-то мелкого добавления кора успевает просыхать, то есть, и вот смотрите, вот такие вот, опять же, вот эти все листья, которые вы видите на орхидеях, они появились вот именно в процессе того, как вот я сменил метод полива, то есть, это своеобразная реакция орхидеи была на смену полива, ну плюс еще добавилось, наверное, то, что весна, больше солнца, вот посмотрите, видите, листочки активно растут, корни активно растут, то есть, видно корневую систему в самом горшке, ну, сейчас как раз вот здесь вот один горшок стоит в другом горшке, их тут три даже горшка, то есть, горшок с автополивом, вот он двойной, и в нем внутри стоит вот этот вот горшочек с этой орхидеей, я их, к сожалению, еще пока не пересаживал, но вот видите, на дне вода, рядом еще одна орхидея, вот видите, тоже у нее листья упругие, чувствуете звук, слышите, прям как вот спелый арбуз, все листья упругие, ни на каких орхидеях листья не теряют тургор, если где-то какой-то листочек начинает терять у орхидеи тургор, это нормально, он бывает один какой-нибудь теряет, а через 2-3 дня он опять приходит в себя, это нормальный процесс у орхидеи, вот видите, тоже орхидея растет, посмотрите, какие у нее корни, они не сказать, что мокрые, не сказать, что сильно влажные, они напитаны водой там, видите, то есть, по ним идет вода, но они даже не влажные, они вот просто такие свежие, скажем так, вот она корневая система, вот она, один, второй листочек лезут, на следующей полке тоже орхидеи стоят, видите, вода в них, они тоже себя прекрасно чувствуют, вот такие вот упругие листья, вот тоже рядом орхидея стоит, у нее даже уже корень вылез, если видите, через дно внутреннего горшка вылез корень, и она прекрасно себя чувствует, посмотрите, какая ботва у нее, глянцевые листья, упругие старые листья, вот деточка растет, это у меня, по-моему, деточка Сарфсонга, да, ну сейчас покажу, сниму, вот панду мы с вами недавно пересаживали, я ее поставил сюда, поближе на восточное окно, поближе к солнцу, и у нее тоже, посмотрите, корни в прекрасном состоянии, в прекрасном состоянии, даже никакой гнили не видать, и все почему, а вот отвечаю, как мне одна подписчица сказала, что вот она по моему методу пересадила свою орхидейку, и она у нее начала гнить, и говорит, что не советуйте Георгий своим подписчикам в такой метод полива, как я сделал, во-первых, я не советую никому, я рассказываю, делюсь своим опытом, и делаю поправку, что я нахожусь в южном регионе, у меня жарко, сухо, и я вынужден помещать свои орхидеи вот в такой метод полива, и даже еще по той причине, что я не могу каждый день, даже хотя бы через день носиться с ними, ухаживать, скакать, я по несколько дней просто не могу даже минутки уделить своим орхидеям, потому что у меня их десятки, у меня их очень много, поэтому, конечно, вопрос полива, самый главный вопрос, который у меня стоял, но для того, чтобы применять тот способ полива, о котором я рассказываю, который я сейчас использую, вот этот вот полив, мокрые пяточки, нужно в первую очередь говорить и о коре, в которой, точнее о грунте, в котором эти орхидеи находятся, то есть грунт должен быть из коры средней и крупной фракции, чтобы воздух проходил внутрь горшка и не застаивалась здесь влага, то есть, чтобы не мокро было в горшке, чтобы проветривалось, чтобы шло испарение, чтобы корни дышали, и вот этому может способствовать только вот кора средней фракции, как вы сейчас видите, вот такая вот, она влагоемкая, она впитывает в себя влагу, но это кора, от которой корни не будут мокрыми, вот посмотрите, то есть вода находится только на донышке, и она по принципу сообщающихся капилляров, сосудов, да, просачивается по коре вверх, и при таком методе полива корни не соприкасаются напрямую с водой, они лишь соприкасаются вот здесь вот на донышке, на кончиках, сами кончики корней, и если орхидея не будет нравиться это, она просто не будет опускать свои корни к этой воде, она их будет убирать, но, как вы видите, орхидеям нравится это, они свои кончики опускают прямо в воду и пьют её из этой воды, а кора вокруг корней, она влажная и не мокрая, и вот эта вот мокрота, которая могла бы в непроветриваемом грунте быть инициатором роста каких-то грибковых, каких-то гнилостных процессов, её вот с такой корой и с таким методом просто невозможно, на мой взгляд, тем более в нашем сухом, жарком климате, а когда вы живёте в влажном климате, прохладном, когда у вас солнце меньше, чем у нас, то, конечно, такой метод, он губителен будет, с таким методом можно подходить только в жаркую, в летнюю погоду, или, например, когда вы уезжаете в отпуск, такой метод более или менее применим, но, опять же, это мой опыт, я делюсь своим опытом, я никому свой опыт не навязываю, и не говорю, что именно нужно делать так, а никак по-другому. Я увлекаюсь орхидеями уже практически 15 лет, больше 15 лет, я постоянно экспериментирую, это, знаете, настолько увлекательный процесс, то есть нету его, как сказать, однообразного, одного и того же процесса, при котором орхидеи всегда будут у вас, я не знаю, на 100% выглядеть, такого не бывает, всегда он такой, знаете, развивающийся, орхидеи привыкают к чему-то, начинают себя уже плохо чувствовать, начинаешь применять другой метод, и это постоянное движение, постоянное разнообразие, то есть говорить о том, что вот сейчас этот метод полива, он оптимален на 150 тысяч лет вперед, нет, не оптимален, климат тоже он не однообразен, когда станет холодно, прохладно осенью, я перейду на другой метод полива, то есть это будет просто, наверное, скорее всего, я буду наливать воду на дно, на какое-то время она будет стоять, час, два, три, я буду убирать, я буду смотреть, как себя чувствуют орхидеи, то есть они мне скажут об этом, что им нравится, что не нравится, вы тоже следите за своими орхидеями, опять же, мы живем в разных регионах, я живу в Волгограде, кто-то живет в Греции, кто-то живет в Якутии, кто-то живет, я не знаю, в Америке, в Англии, в Испании, в Германии, в Израиле даже, в Армении, Украина, Белоруссия, Казахстан и так далее, тому подобное, я смотрел аналитику, кто смотрит мой канал, меня смотрит практически весь мир, и говорить о том, что, например, мои орхидеи растут при методе полива мокрые пяточки, то, конечно, в Москве и Московской области, это влажный регион, влага большая, повышенная, там в таком грунте, в таких горшках, безусловно, корни начнут гнить, поэтому, естественно, в таких горшках им нужно дополнительное проветривание, например, вот здесь, вот эта кромочка у второго горшка, ее можно срезать, чтобы воздух туда заходил, чтобы здесь, вот здесь, вот они не соприкасались, или внутренний горшок можно ставить на, там, какой-нибудь камушек, чтобы вот он на сантиметр, вот так вот, был открыт, и туда свободно заходил воздух, кто-то из любителей орхидеи во втором том горшке делает дополнительные отверстия для того, чтобы вентилируемый внутренний горшок был, и также оставляет воду, чтобы и влага, и кислород, влага, и кислород доходили внутрь горшка, и корни чувствовали себя великолепно, друзья, а поможет ли этот опыт другим, ну, я буду очень рад, что он помогает, потому что, я не знаю, 90% тех, кто смотрит меня, довольны, применяют, и проблем нету, ну, 10% что-то где-то не получается, но, возможно, не из-за того, что я даю какие-то неправильные советы, я их просто неправильно не даю, вы сами все видите, вот они цветы, я ничего не выдумываю, вот они такие есть, а уж кому какой, знаете, как на вкус и цвет приятели нет, так и у вас, орхидеи живут в другом климате, может быть, они вас больше любят, чем мои советы, и к вашему какому-нибудь, я не знаю, умозаключению отнесутся больше, чем вы примете чужой опыт, в общем, как-то так, поэтому, друзья, я еще раз хочу тем, кто впервые на моем канале, подписывайтесь, и вы будете в гуще всех событий, связанных с ростом, выращиванием, разведением, размножением, с пересадкой, и так далее, и тому подобное, орхидей, вы будете получать все самые свежие новости, интересности, лайфхаки, и так далее, и тому подобное, а вы, друзья, кто постоянно смотрит меня, ставьте лайки, не забывайте, кому не нравится, ставьте дизлайки, я даже этому рад, пишите свои комментарии, свое мнение, я всем рад, всем отвечу, если вдруг, как будто, где-то не ответил, то есть, напишите в новом видео, обязательно, да, бывает и такое, что просто пропустил, я один, вас тысячи, и не всегда могу увидеть, заметить, ну, всякие ситуации бывают, бывает даже, YouTube, сам комментарий, куда-то там, девает, засовывает, и не всегда его можно увидеть, а потом, через неделю, через, там, несколько дней, ты замечаешь, такой, ой, не ответил, нужно ответить, как-то среагировать, чтобы человек понял, что я прочитал его комментарии, его мнение, и так далее, и тому подобное, в общем, друзья, всем огромное спасибо, тем, кто откликнулся, на мой крик души, который я выразил в видео, мой сын бросает универ, я в шоке, что делать, на канале, тройняшкин папа, ссылочку на этот канал, вы можете посмотреть, под видео, это мой второй канал, где, я, буду делиться, о своей личной жизни, о взаимоотношениях, со своими близкими, дорогими мне людьми, о жизни, которые окружают меня вокруг, в общем, всей той жизни, которая находится, вне орхидеи, хотя, орхидеи, наверное, занимают, такую, немалую, немалую, немалую долю, моей жизни, но все равно, у меня есть второй канал, заходите, подписывайтесь, кому будет интересно, чем и как я дышу, чем живу, и вам, друзья, кто оставил свои комментарии, кто вник в мою проблему, кто выслушал, кто поделился своим опытом, своим, каким-то видением, дал свои советы, большое вам спасибо, просто огромное спасибо, наверняка, мой сын их читал, я еще не узнавал, но уже реакция на видео есть, потому что я ему показал это видео, он видел, и об этой реакции я сниму следующее, одно из следующих видео, оно, конечно, было просто, вы даже не представляете, какая реакция была, я сам, честно говоря, догадывался, но не ожидал, что именно вот такая будет реакция, но это в одном, и в следующем видео вы увидите, а сейчас всем спасибо за то, что вы есть, вам всем здоровья, всех благ, и дай бог, чтобы все невзгоды проходили мимо вас, мимо нас всех, всем пока-пока, до встречи в новом, в следующем видео, точнее, в виде, в следующих видео, всем пока.